Узнаваемые персоны должны создавать моду на здоровый образ жизни, глубокие знания, формировать чувство гордости за народ и страну. Такое мнение высказал глава государства Александр Лукашенко во время приема в канун Старого Нового Года. Встреча в таком формате стала уже доброй традицией, когда представители ведущих СМИ, творческой интеллигенции, спортсмены и госслужащие могут пообщаться в неформальной обстановке. Обращаясь к участникам, Александр Лукашенко отметил, что в современном быстроменяющемся мире белорусам важно не потерять свою идентичность. Ведь нынешнее поколение живет в очень непростое время, когда нет возможности отгородиться от негативных процессов извне. Что касается текущего года, да и в будущем, хочу вам честно и откровенно сказать, без всякого популизма легко не будет. И даже, наверное, легче не будет, чем в этом, в прошлом семнадцатом или в былые годы. Но мы поставили перед собой амбициозную задачу. И чего бы ни стоило, нам мы должны преодолеть, достичь этих рубежей. Что касается успехов, ну, наверное, они были. Я уже говорил в храме, что жизнь у нас не великолепная и даже не хорошая, пока мы живем терпимо. Надо сделать в этом будущем году нормальную нашу жизнь. А может быть, нам предоставится возможность сделать эту жизнь для нашего народа хорошей. Пока жизнь терпима. Есть успехи, но вы знаете, как воспринимают наши успехи и внутри страны, и за рубежом. Но, как говорят, печально, когда у вас нет друзей, а еще грустнее, когда у тебя нет врагов. Ну, наверное, и то, и другое у нас есть, значит, мы еще имеем некоторые перспективы. Но вернемся в наш зал. Я вижу здесь успешных, красивых, одухотворенных людей. Я очень рад. Знаю, что как я, так и вы. Мы с вами все люди публичные. И публичность, популярность, это, наверное, как-то удовлетворяет человека. Радует его, поднимает настроение. Но самое главное, публичность и популярность, это жесточайшая ответственность. Уверен, что и артист, сидящий здесь, и телеведущий, и государственный служащий, они это понимают не хуже, чем я. Все мы, особенно вы, лицо нашей нации, должны быть образцом для подражания, стать настоящими носителями культуры, этикета, стиля. Узнаваемым персонам, работникам телевидения, культуры, искусства, спортсменам, под силу создавать моду на здоровый образ жизни, на глубокие знания, формировать чувство гордости за свой народ. И в этом состоит ваша миссия. Сегодня же Александр Лукашенко вручил представителям СМИ культуры и искусства государственные награды. Они присуждены за многолетний плодотворный труд, большой личный вклад в развитие национальной журналистики, значительные достижения в сфере культуры и искусства. Среди награжденных и наши коллеги. Медали Франциска Скорины удостоена заведующей отделом политических обозревателей, агентствователь новостей Ольга Макей. Благодарность главы государства объявлена заместителю начальника отдела спецпроектов Натальи Жданович и заместителю главного директора АТН Сергею Хоментовскому за высокое профессиональное мастерство, значительный личный вклад в освещение важных событий общественно-политической жизни страны. Также сегодня орденом Франциска Скорины награжден директор телерадиокомпании «Мир в Беларуси» Владимир Перцов. А почетное звание «Заслуженный артист Республики Беларусь» присвоено артисту эстрады Александру Солодухе.